Мы уже разобрали доказательства Фрабениуса, квадратичного закона взаимности. Напомню, что если взять символ П плюс У, умножить на символ УПП, то получится минус единица в степени П минус 1 попала умножить на У минус 1 попала. Так вот, есть доказательства, пожалуй, в чем-то даже более естественное, чем вот та симметрия Фрабениуса, которая прямо начинает с критерия Гаусса. Давайте я напомню, что такое критерия Гаусса. Если мы хотим вычислить символ КУПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП Получится числа q, 2, q, 3, q и так далее. p минус 1,5 умножить на q. И посмотреть, когда будем делить с остатком на p, то у каких из этих чисел остаток будет больше, чем p,5, а у каких меньше. Так вот, возникает задача. Среди этих чисел выделить те, что расположены между... Остаток и длина p расположены между p,5 и p. А давайте-ка мы их все разделим на p. Получатся такие числа. q разделить на p, 2 q разделить на p и так далее, и так далее. Разделили на p, рассмотрели дробные части. То есть вычислили целые части. Получили числа уже не от нуля до p, а от нуля до единицы. И нам интересно, сколько из этих чисел имеют дробные части больше, чем одна вторая. Вообще-то, для ответа на такой вопрос есть известная функция. Целая часть 2х минус 2 целых части х. Давайте посмотрим, какие значения принимает эта функция. Если число х изменить на некоторое целое число, то и здесь на удвоенное, и здесь изменится. И поэтому разность не изменится. Если число х больше или равно нуля и меньше, чем одна вторая, то значение будет просто-напросто ноль. А если х у нас от одной второй до единицы, то тогда вот здесь будет ноль, а здесь будет единица. Слова написать равно, если х такое, даже если дробная часть х такая, и равно единице если дробная часть х такая. Отлично. Значит, я вместо того, чтобы говорить, вот рассмотрим столько-то чисел, которые после умножения на пункт, остатки такие, как это в критерии Гаусса сказано, я могу сделать очень просто. Рассмотреть вот в качестве х все вот эти числа, кубетых, два кубетых и так далее. И для них посчитать вот это выражение и все это сумерить. Более того, смотрите, здесь же стоит четное целое число, потому что целая часть четная. А когда я считаю, это же будет потом минус единица возводиться в степень количества этих чисел. Поэтому на самом деле на это даже можем не смотреть. Итак, целая часть 2х минус 2 целой части дает нам в точности нужную функцию. При этом, суммируя по всем вот этим вот х, мы можем выбрасывать вот это число, потому что целая часть. Число целое, значит 2 умножить на целую часть, это число четное. Ну, а нас интересует только четное количество, потому что это будет минус 1 степень количества этих чисел. Таким образом, мы можем написать формулу. Сумма куба В это минус 1 в степень сумма 2, теперь что такое х. Это ху разделить на В и умножить на какое-то число от единицы до В минус 1 пополам. Давайте, К пишу такое число. К прибегает значение от единицы до В минус 1 пополам. Я очень хорошо выполню, когда я в детстве все это учил, у меня был момент, когда я узнал это, и с большим ужасом смотрел, а как же эту сумму считать, когда здесь внутри написана двойка. Вот вы понимаете, что такое разделить на В? Это некоторое число. И, в принципе, если бы здесь не было двойки, то все было более-менее понятно. У нас есть такие отрезочки, каждый раз длина возрастает, и мы проходим, считаем. То есть это на самом деле будет количество целых точек в некоторой области. Двойка все портит. Оказывается, есть замечательный, очень простой прием, который ситуацию улучшает и превращает, что называется, в настоящий прием такой. Не было никакой необходимости писать здесь сразу число В. Можно было написать любое число взаимно простое с числом В, потому что все было ровно так же. Здесь пишу любое число В. И дальше замечательная простая идея. Двойка взаимно проста с числом В. В. Поэтому я сейчас... Давайте... Пусть А не чертное число. Я напишу сейчас так. Символ 2А по П. Это то же самое, что 2А плюс 2П по П. Казалось бы не очень понятно. Зачем? Но, смотрите, это символ 4П умножить на А плюс П пополам. Здесь вот это настоящая дробь, то есть надо взять А плюс П разделить на 2, а это уже символ. А что такое 4? Это 2 в квадрате. 2 в квадрате. 2 в квадрате. Заметно настолько важная штука, что даже при доказательстве патологического закону взаимности мы сумели это использовать. Значит, это есть А плюс П деленное на 2 символа П. Я таким странным образом сумел фактически перейти от вычисления символа А по П. Ведь, смотрите, это же 2П умножить на А по П. 2П – это второе дополнение к патротичному закону взаимности. И мы с вами поняли, что это вот такая штука. Так вот, я сейчас в верхнюю формулу вместо числа А, там было любое число взаимопростое число П, подставлю А плюс П пополам. Смотрим, что будет. Здесь у нас вместо А будет А плюс П пополам. Двойка сократится. Двойка сократится. И то, за что мы боремся. И получится, что это есть минус единица в степени та же самая сумма. К по-прежнему пробегает значение от единицы до П минус 1 пополам. Все замечательно. А здесь у нас стоит целая часть А плюс П умножить на К и разделить на А. Никакой двойки уже больше нет. П разделить на П единица. Поэтому К выходит за знак суммы. И я могу теперь написать формулу, из которой квадратическая законодательность уже мгновенно получится. Итак, пиши 2П умножить на АП это есть минус единица в степени сумма. Давайте я букву К заменю на букву Х. Я сейчас буду рисовать на плоскости картинку и пусть это уже будет. Вот такая вот сумма. Чего сумма? Целых частей АХ разделить на П. Так. И плюс. Плюс сумма чисел от единицы до П минус 1 пополам. Давайте я пишу. 1, 2 и так далее. П минус 1 пополам. Это есть П минус 1 пополам умножить на П плюс 1 пополам разделить на 2. Это и есть то самое П в квадрате минус 1 разделить на 8. Раньше оно у нас возникало не очень понятно. А сейчас мы видим это просто сумма первой половины чисел. 1 плюс 2 и тогда не плюс П минус 1 пополам. Это в точности П квадрат минус 1 делить на 8. Вот. Вот такое разница мы поняли. Теперь давайте из него сразу сделаем выводы. Второе дополнение к квадратичному закону взаимности получается, когда здесь вместо А пишешь единицу. Тогда символ 1 пополам это единица. Вот эти все целые части это нули. И мы получаем, что символ 2 пополам это минус 1 в степени П в квадрате минус 1 разделить на 8. Отлично. Второе дополнение к квадратичному закону взаимности очередной раз доказали. И теперь мы можем этот множитель и вот это слагаемое указатель убрать. и получили равенство для символа АПП. Пишу. Если А нечетное число, ну а вообще-то у нас, так сказать, уже можно вместо А писать символ АПП, это есть минус 1 в степени сумма АХ разделить на П целую часть, где число Х пробегает значение от единицы до П минус 1 пополам. Ну разумеется, рассуждая ровно так же, только заменяя везде ЕКУ на ПВ на КУ, мы получаем, что П по КУ это и есть минус 1 в степени сумма У пробегает значение от единицы до К минус 1 пополам. Целая часть... Так почему здесь А? Здесь КУ. Здесь КУ. Я как раз вместо А подставил КУ. Здесь будет ПУ разделить на КУ. Отлично. Осталось перемножить и понять, что здесь написано. Ну, посмотрите, ведь если мы посмотрим, что такое целая часть числа. Это количество чисел от единицы до КУ Х разделить на П. То есть я вот могу написать здесь минус единица в степени сумма. Суммировать я буду единицы, а внизу будет так. Единица меньше или равна Х, меньше или равно чем П минус 1 пополам. Игрек больше или равно единице, меньше или равно чем КУ Х разделить на П. То есть в чем здесь идея? Ну, я не знаю, кто из них больше, КУ или П. Вот есть какая-то прямая, заданная уравнением. У равняется КУ Х разделить на П. Мы вместо Х подставляем всевозможные числа от единицы до П минус 1 пополам. Проводим все вот эти вертикальные отрезки и смотрим, какие здесь точки с натуральными координатами. А это и есть количество игреков, которые вот... Ну, кстати, равно здесь не бывает. Равно здесь не бывает просто потому, что по ИКУ это разные простые числа, а Х у нас меньше, чем П. Поэтому не разделиться. Отлично. Ровно так же вот эта штука, это и есть минус единица в степени та же самая сумма. Опять суммируются единицы. Только на этот раз единица меньше или равна у, меньше или равна, чем КУ минус 1 пополам. И Х от единицы до... Опять равно не бывает. До П у делить на КУ. П у разделить на КУ. Отлично. Ну, теперь смотрите, что я могу сделать. Я могу. Вот в этом месте написать не П минус 1 пополам, а П пополам. Потому что все равночество Х целое. П м четное. Поэтому хоть П минус 1 пополам пиши, хоть П пополам – это одно и то же. И здесь могу написать КУ пополам. И в таком случае я получаю совершенно замечательный прямоугольник. Вот это вот точка с координатами П пополам и КУ пополам. И меня интересует в точности количество... Вот смотрите, здесь у нас написано не разница какое. П У меньше, чем ХУ. А здесь написано П У больше, чем ХУ. То есть в одном случае мы считали точки ниже прямой, в другом случае мы считаем точки выше прямой. То есть фактически мы просто считаем количество точек такого прямоугольника. Количество точек с целыми координатами. Отлично. На сколько их? На 2 умножить по минус 1 пополам и на КУ минус 1 пополам. Значит, мы поняли геометрический смысл вот этого числа. Мы только что понимали, что такое минус... Вот это вот П квадать минус 1 делить на 8, да? Это просто оказалась такая сумма. А вот это вот число П минус 1 пополам и на КУ минус 1 пополам – это просто коничество точек с целыми координатами в прямоугольнике. Когда Х от единицы другое минус 1 пополам, а Х от единицы другое минус 1 пополам. Все? Не знаю, мне оно нравится. Единый здесь, конечно, есть технический момент с переходом от двойки к ее отсутствию, который основан на том, что это важно 24. Но, в конце концов, 24 не такая уж сложная формула. Поэтому, в общем, это тоже одно из очень приятных и естественных доказательств квадратичного законозаивности. В общем, этоaux 1. Продолжение следует...